Новая Старубинская пятиэтажка разместилась сразу за школой. С момента создания жилищного кооператива и до получения заветных ключей прошло 4,5 года. 60-квартирный дом строился для очередников отдела образования, поэтому среди жильцов сплошь учителя и воспитатели. Хотя за время стройки состав жилищного кооператива не раз менялся. В итоге до новоселья дошли 189 человек, из которых 74 – это дети до 18 лет. Поэтому близость школы и садика здесь очень актуальна. Очередь отдела образования, и поэтому у нас люди со всего Солигорского района. Но при этом 20 семей, которые проживали во временном жилье в городе Солигорске, а жить будут именно в Старубине. Рядышком школа, рядышком садик, и некоторые наши педагоги переходят работать именно в эти учреждения образования. А детки будут рядом посещать сады, школу. Стоит отметить, что среди жильцов 4 многодетные семьи и 18 молодых. На строительство им были выделены льготные кредиты. Подарком от подрядчика домостроительного комбината стала полная внутренняя отделка всех квартир. Полностью все сделано. Стоят газовые плиты, подключено все оборудование. То есть, получили люди ключи, сегодня уже можно жить. Нашим генеральным подрядчиком был домостроительный комбинат во главе с Грязных Романом Юрьевичем. Мы им очень благодарны. Очень хорошо сделана отделка, качественно. В общем, большое-большое спасибо. Квартиры очень-очень долгожданные. Долгожданной стала квартира и для многодетной семьи Рехтик. Мама троих детей Дина Павловна работает учительницей в деревне Ананчицы. Когда подрастут малыши и будет закончен ремонт в квартире, семья планирует переехать в Старобин. Очень рады тому, что есть помощь от государства. Потому что у нас трое деток мы получили. Пошли бесплатно на эту квартиру. Вот там кредит очень маленький нам платить. Поэтому очень рады, довольны от того, что получается у нас вот такая вот квартира бесплатная. Количество новых домов в Старобине активно увеличивается. Вместе с ними растет число молодых мам и подрастающих малышей. А это главный показатель того, что жить в Старобину еще долго.